Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Дорога к большому футболу. Специальная комиссия проследовала по маршруту движения участников FIFA в «Анапе» и оценила, как идет подготовка. Направили в мирное русло. Новая ливневая канализация в субсехе решит проблему подтопления одной из центральных улиц. Связанные одной целью. Как талантливые люди из маленького села приносят городу большие победы. Получить федеральное финансирование на формирование комфортной городской среды и грамотно распорядиться этими средствами – об этом сегодня шла речь на заседании Президиума Совета города-курорта. В обсуждении этого вопроса принял участие исполняющий обязанности глава «Анапы» Юрий Поляков. Ответственным службам поставлены сроки для доработки муниципальной программы, которая должна стать основой будущей плодотворной работы по усовершенствованию городской среды. Свыше одного миллиарда получит Краснодарский край на реализацию приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. Средства рассчитаны на пять лет, и «Анапа» должна добиться максимально возможного финансирования. По мнению народных избранников, крайне важно получить обратную связь от населения, дать возможность каждому желающему участвовать в создании комфортной городской среды. На что можно потратить эти две трети средств в бюджете? Это ремонт дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора, освещение дворовых территорий, озеленение, оборудование автомобильных парковок, оборудование детских и спортивных площадок. Одна треть объема средств на территории общего пользования населения населенных пунктов. Это центральные улицы, площади, набережные, парки, скверы и другое. Для создания настоящего положительного общественного резонанса нужен эффективный механизм привлечения населения, и в этой части управлению ЖКХ поручено правильно выстроить работу. Конкретные сроки. В срок такой-то там, 40 дней или 30 дней, делаем вот это. Поднимаем через 40 дней, слушаем, да, что-то они сделали, что-то надо подправить, подправили, опять там, через 30 дней вот это, давайте вот так. Если, конечно, мы будем откладывать там на 3-4 месяца, тут и без этого работы хватает и дороги, и пляжи, и то, и мусор, и пятое, и десятое, все это надо делать. Без сомнения, это надо все делать. Но давайте по графику, говорится, по дорожной карте. Выделить в разные категории город и сельские территории и провести обсуждение адресно – еще одно предложение. Это позволит эффективно вложить средства. Вопросов и замечаний много. Обсуждение и доработка муниципальной программы продолжится. Через неделю в Анапе пройдет кастинг на телесериал с рабочим названием «Крепость Бодобер». Съемки ленты обещают стать событием ярким и масштабным. Детали обсудили сегодня в администрации города-курорта на рабочей встрече организаторов проекта и заместителей главы Анапы. Съемки исторического художественного фильма начнутся в сентябре. Для создания киноленты режиссеры выбрали окрестности Первомайского сельского округа. Подробности раскрыли организаторы проекта. Рабочее название телесериала, состоящего из четырех серий, называется «Крепость Бодобер». Основан он на исторических событиях 1985 года, афганско-пакистанская история, когда наших военнослужащих солдат забирали в плен. И фактически эта крепость была основана для наших солдат, в общем, смертники. В Юровке в карьере уже ведется строительство крепости. Декорации будут очень реалистичными, обещают гости Анапы. Анапчанам предлагают стать непосредственными участниками кинодейства. Мы приглашаем и взрослых, и детей. У нас очень своеобразная сцена. Нам нужны большое количество молодых солдат, то есть от 18 до 25. У нас большие пожелания к ребятам, чтобы они загорали, чтобы они были все загорелые, немножко оброще щетинкой. Естественно, у нас пожелания от гримюров никаких тату, то есть чтобы они были без татушек, потому что в то время этого не было, тем более у молодых солдат, то есть им было не до этого. Нам нужны ребята кавказской национальности на роль маджахедов. Очень-очень там большое количество, там около ста человек. С заместителями главы Анапы организаторы проекта обсудили вопросы сопровождения съемочного процесса, работу медиков, спасателей, ГИБДД и других ведомств. Кастинг планируют провести 18 августа в пятницу. О времени начала подбора актеров и месте встречи сообщат дополнительно. За подробной информацией можно обратиться к ассистентам кастинг-директора. Телефон вы видите на ваших экранах. В станице Анапское и селе Витязево, где будут построены тренировочные площадки к чемпионату мира по футболу, запланированы масштабные работы по благоустройству. Асфальтирование дорог, обрезка деревьев, оборудование газонов и автомобильных стоянок. Сегодня по маршрутам движения автобусов с участниками мирового первенства проехала специальная комиссия во главе с заместителем мэра Анжеликой Базуновой. Большой автобус отправился от санатория «Старинная Анапа» в станицу Анапское к строящемуся стадиону. По этому же пути на тренировку будет ездить одна из команд-участниц чемпионата мира по футболу. Пассажиры, сотрудники администрации и дорожные инспекторы. Команда, которая приедет на площадку в Витязево, будет жить в санатории «Аквамарин». Существуют специальные протокольные маршруты. Есть основной и запасной. А также установленное максимальное время в пути между точками. Стандарт, утвержденный ФИФА. По времени мы и раньше проезжали эти маршруты. В настоящее время мы просто проехали с учетом летней загруженности дорожной сети. В допустимые рамки уложились. Из автобуса к плану ультрасовременного комплекса, который появится в станице Анапское. Помимо стадиона с травяным покрытием, административный корпус, конференц-зал, душевые, раздевалки, автомобильные стоянки и другая необходимая инфраструктура. Строительство идет на федеральные деньги под контролем краевых властей. Задача муниципалитета – обеспечить подъездные пути, выполнить благоустройство. В станице Анапской полным ходом идут земляные работы. В Витязево подрядчик также зашел на объект. Анжелика Бузунова осмотрела прилегающую территорию и дала соответствующее поручение. Здесь будет обустроена стоянка с этой стороны, поэтому мы должны будем полностью выполнить благоустройство этой территории. Мы хранируем деревья, мы разобьем здесь газоны, мы отремонтируем дорожное полотно. По улице Западной мы построим новую дорогу, как альтернативный въезд. Расширим около школы, перенесем тротуар и построим дорогу с расширением дорожного полотна. В Анапской тоже самое. Там нам предстоит построить парковочные места и благоустроить подъездные пути, улицу Тбилиска, улица Мира. В общем-то будем работать, работы очень много. Стадионы вместе с прилегающей территорией необходимо будет сдать весной будущего года. А после того, как закончится мировое первенство, обе площадки передадут в распоряжение детско-юношеских спортивных школ города-курорта. В Анапе начался второй сезон американской белой бабочки. Это насекомое – одно из карантинных вредителей. Ее гусеницы наносят серьезный вред плодовым деревьям и кустарникам. В Анапе с ней ведут планомерную борьбу, чтобы сохранить зеленое насаждение курорта. Это второе поколение бабочки. Первое пришлось на июнь. Тогда взрослые особи успели отложить яйца, и вот пришло время активизации гусениц. Они оплетают ветки паутины, создавая для себя благоприятную среду. Листва же при этом засыхает. Деревья обрабатывают специальным пестицидом. Он безвреден для человека. Определенные сложности подкидывает погода. В жару репеллент быстро теряет свои свойства, а во время дождя смывается с листьев. Приходится обрабатывать одни и те же зоны несколько раз. Сто процентной эффективности никто еще не смог добиться. Потому что где-то какое-то гнездо все равно осталось пропущенное. Не увидели его. В частном секторе особенно. Если мы по городским улицам как-то работаем, то частный сектор получается сам себе предоставленный. Сознательный человек, он с ним что-то делает таким же способом. С помощью секатора или факела, или химобработкой. К концу года мы ее всю уничтожим. Как я говорил, не на 100%, но 95% я вам гарантирую. Обработку начинают рано утром. Особое внимание уделяют деревьям у дорог. Гусеница может упасть на машину и перебраться в другой регион. Ликвидировать очаги можно не только с помощью пестицидов, но и механическим способом. Рекомендую такое приспособление, которое называется «Воздушный секатор» для дач, для огородов, для борьбы с вредителями, которые высоко находятся. Эта палка раздвигается вот таким образом. Можно высоко-высоко срезать. В этом году на уничтожение американской белой бабочки администрация выделила 900 тысяч рублей. Из 30 тысяч деревьев успели обработать больше половины. На этой неделе «Зеленстрой» опрыскал насаждения в районе курортной зоны, в Ореховой роще, сквере имени Гудовича и ряде городских улиц. Далее специалисты отправятся в Алексеевку, а после начнут обработку зеленых зон в сельских округах. В Субсехе на улице Шевченко строят новую ливневую канализацию. После обильных осадков на эту улицу с гор стекаются ротниковые и дождевые воды, которые подтапливают частный сектор. Селяне неоднократно жаловались на проблему. К ее решению подключилась городская администрация. В конце июля специальная комиссия во главе с заместителем мэра Анапы Анжеликой Базуновой оценила ситуацию на месте и нашла оптимальный вариант решения проблемы. Было принято решение о прокладке системы ливневой канализации в районе улицы Шевченко. От улицы Советской с выводом на улицу Кирова, потом по улице Чапаева и с выводом в централизованную ливневую канализацию села Субсех. Объем работы достаточно большой. Предстоит прорыть траншею длиной более 500 метров, который уложит порядка 120 бетонных блоков желобов. После окончательного монтажа бетонных конструкций планируется закрыть сточный канал металлическими решетками. Они предотвратят засоры ливневки. Работы на этом объекте должны быть завершены до середины сентября. Кроме этого, в Субсехе проводятся масштабные работы по ремонту дорог. Сельские улицы отсыпают щебнем. На северный материал уже уложен и дорога полностью готова к эксплуатации. Новую жизнь получила и улица Троицкая. Здесь рабочие бригады также отгрейдировали и укрепили дорожное покрытие. В ближайшие дни в порядок приведут дороги на улицах Горная и Кавказская. Всего же в Субсехском сельском округе отремонтируют порядка 15 дорог. Причем улица Серебряная получит асфальтовое покрытие. Большая техника на нее зайдет уже в ближайшее время. В советские годы каждый крупный совхоз Кубани имел свой дом культуры. Не было исключением и совхоз Первомайский села Юровка. Всю свою творческую и трудовую жизнь связал с работой в родном сельском клубе Виктор Петрович Малошенко. Еще в составе школьной агитбригады впервые депутировал как певец и танцор. Окончив училище, молодой специалист вернулся в родное село и был принят на должность балетмейстера. А в 1979 году назначен директором дома культуры села Юровка. По следам отца пошел его сын Сергей Малошенко, который продолжил его дело. Для коллег и жителей села он был просто Петровичем. И в таком обращении выражалась огромная симпатия и уважение. Его знали многие не только в селе и районе, но и по всему Краснодарскому краю. Родным детищем и большой отрадой для Виктора Петровича всегда был народный самодеятельный коллектив казачьей песни. Хор был создан в 1985 году из числа рабочих и служащих отделения номер один совхоза Первомайский. В 2011 году коллективу было присвоено звание народный. Неоднократно хор становился лауреатом районных и краевых конкурсов. Он охотно работал с людьми талантливыми и работал с теми, кто может быть не обладает какими-то особыми творческими способностями. Но важно отметить то, что каждому из нас Виктор Петрович дал возможность раскрыться, показать себя и утвердиться, найти свое место в этой большой семье, которая называется сельские куки. Виктор Петрович 37 лет проработал в должности директора в местного ДК. За успехи и достижения получил звание заслуженного работника в культуре Кубани. Во многом помогал надежный тыл. С Ольгой Павловной вместе они прожили более 40 лет. Его очень все уважали в коллективе, в селе, с таким благоговением каким-то относились, что наш Петрович, наш Петрович. И его концерты посещались с таким удовольствием. Мне с ним, конечно, по жизни было очень легко, с его таким обаянием, с его добротой. В 2014 году Виктор Малошенко ушел из жизни, но дело его живет. Руководство Домом культуры взял на себя его сын Сергей. Сейчас он не только возглавляет сельский клуб, но и руководит хореографическим коллективом «Самоцветы». В 2008 году коллектив получил звание образцовый художественный. В его репертуаре 30 постановок, в которых занято более 50 детей и подростков в возрасте от 4 до 17 лет. А две недели назад коллектив вернулся из Испании, откуда привез дипломы лауреатов международного конкурса. Как признается сам Сергей, иногда приходится трудно, но продолжать культурную династию семьи – дело чести. А других вариантов просто как для меня не было. Я всю жизнь здесь воспитывался, вырос. Родители даже в какой-то момент пытались отговорить меня, чтобы я не шел учиться в культуру. Просили, может быть, пойдешь, не знаю, бухгалтером, экономистом, юристом. Нет, я принципиально сказал, я ничего другого делать не хочу, только буду заниматься этим. Ну, в свое время закончил институт культуры, ну и пришел работать сюда. С отцом, конечно, было все замечательно, все хорошо, легко работать, но вот такие вот обстоятельства сложились. Что пришлось ЦКС возглавить в 2014 году мне. Сейчас у семьи Малашенко горячая пора. Необходимо нарабатывать материалы и готовиться к новым концертам. Кроме этого, Дому культуры села Юровка выделена крупная сумма денежных средств для капитального ремонта. И теперь Сергею Малашенко предстоит завершить то, о чем так мечтал его отец. Сделать сельский клуб по-настоящему современным и доступным, чтобы для каждого селянина он стал вторым домом. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». По прогнозам синоптиков, 11 августа в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 34 градусов, ночью прохладнее – 26 выше нуля. Ветер северо-восточный от 5 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 27 градусов. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости – медицинский центр «Анапоокеан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Медицинская программа для вашего ребенка. Ежемесячный профилактический осмотр. Неограниченное посещение врача-педиатра в случае болезни. Скидки на дополнительные услуги центра до 20%. От 3,5 тысяч рублей в год. Анапа «Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова